Если честно, я уже не очень впечатлён. Вообще не могу понять, чем это место так сильно привлекает Танюшку. Тут нормально, просладно. Пришли к обоюдному выводу. Сегодняшнее моё задание – разобрать ёлку. Мы сейчас снимали очень смешные рилсы, так что переходите в наши социальные сети. Нам пришла подсылочка. Наш подписчик нам отправил денег. Мы вам показывали. Мы заказали технику. Друзья, приветствую вас. Танюшка решила сделать мне сюрприз. Повезти куда? Старинную чайную. Старинную чайную. Я уже возмущаюсь, потому что я не люблю эти всякие старые места. Мне не нравится. Я более за современное искусство. Что вы скажете? Какой вариант вы любите? Всё, ребята, мы в центре. У нас всё хорошо, да? У нас майни появились? У нас всё хорошо. У нас всегда всё хорошо. Когда у тебя есть настроение, у меня что-то тут есть? Ну, короче, Танюшка хотела меня сюда привезти. Если честно, я уже не очень впечатлён. Но что не поделает Ади своей жены? Да, моя жёнушка? Что ты говоришь? Я показывала уже нашим зрителям вот этого человечка. Какой человечек? Смотри, котик у него красивый. Там же написано, подайте котику. Стоит даже корзиночка. Я даже вижу, там есть денежки. То есть кто-то их туда кидает. Ой, как мило. Как вообще завораживает. Как красиво. Всегда хотел в такое место. Мы не умеем читать. Слушай, это на таком старинном языке. Ты думаешь, мы новый язык умеем. Ты нам ещё и старый показываешь. Что привела меня куда-то? Друзья, это на самом деле очень такое прикольное и раритетное место. Посмотрите только на это меню. Вот мне лично... Нет, в середине некрасиво. Ладно, позвольте. Да, очень красиво. В общем, джинданное меню. Всё классно. В старом стиле, короче, всё сделано. И если честно, я опять же повторюсь, это не моё. И у меня вот это большое количество часов, которые все работают, старинные. Поняли? И вот эта фотография, картина, какой-то наводит страх. Вот как будто в страшном фильме мы находимся. А звук слышите? Я слышу. То есть тут реально эти все каждые часы, они рабочие. И они каждый, чик-чик-чик, каждый тикает, колокольчики такие. Короче, это так классно. А если ты хочешь позвать официанта, ты просто в колокольчик звонишь, приходит. Да, я не пришлю сразу. Прикольные моменты есть, но в основном мне тут чуть-чуть страшненько. Ну ладно тебе, это интересно всё. Ничего тебе не страшненько, ты ничего не боишься. И так, немножечко вот это всё, конечно, завораживает, но всё равно обстановка прикольная. И, друзья, естественно, мы выберем сладости. Любимая Танюшкина занятие, посмотрите. Какие красивые, ну реально, витрина прям моё-моё. Не знаю, сейчас ещё буду разглядывать, посмотрю, что я больше хочу. Но когда я всё это вижу, я всё хочу просто. Так, давайте мне, наверное, эклерчик один. Друзья, я заказала, я вам всё покажу, расскажу, все сладости пока что иду. Моему муженьку посмотрю, какой он тут. Не хочет ли он ещё убивать? Спрятаться. Спрятаться и сидеть тихонечко. Боится. Ну, если честно, да. Если ты мне не сказал, я вот эту такую сначала обстановку не ощутила. Это мне напоминает, когда я говорю, фильм ужаса. Начало. Ну ладно, тут ещё есть люди, так что ничего страшного. Он что-то с нами не сделает, я надеюсь. Ара, ты меня зачем вот этой мыслью мне закинул? Ты же знаешь, что я уже всё сейчас буду думать об этом. А я хотела экскурсию сделать, показать эти все раритеты, эту красоту. Начало. Начало, я же говорю. Начало. Типа, сейчас что-то случится. Всё, сладости не нужны, да? Ну, мне так нравится. Она сейчас всё равно ещё одну пироженку несёт. Ну, пусть меня извинит. Ну, что делать? Так прикольно этот колокольчик звучит. Да, это мы звонили. Давай опять играем с колокольчиком. Пробачь ты нас за ласку. Спасибо. Спасибо. Давай чок-чок сделаем. Спасибо, Наша. Спасибо и сохрани, Зай, да? Нет? Сейчас у тебя уже сохранилось. Ой, уже чуть не кинула. Это же Танюшка, да? Давай попробуй, скажи, кофе вкусный? Очень. Ты просто хочешь отсюда выйти? Друзья, неужели я нашла такое место, которым можно его пугать? Теперь буду говорить, если будет плохо себя вести, пойдём в чайную. Сама не предложишь. Ребята, Аня всё-таки устроилась и сделала для вас маленькую эксплуатацию. Потому что приятно, что вам тоже будет тут интересно побывать вместе с нами. Посмотрите на эти красоты. Самовары, да? Какие. Представьте, это вообще 97-й, 885-й. Ну, это всё продаётся. Это мы проходим. Тут вот такой вот шикарный выбор чая и кофе, прикиньте. За Баркин. Это что вообще? Не понимаю. Не знаю что, но типа как. А, кассовый аппарат, да? Представьте, это такой старинный кассовый аппарат. Кассовый аппарат нам подарили нащадки пана Заваркина. Правда, уже идёт счас, мы его сделали специально на замовлення. Он именитый, пан Заваркин. И вообще, с американской штукой, такую штукой вы могли бы видеть в самом доме, когда Кевин был в Лондоне, в самом великом издушном магазине. Если вы посмотрите свою систему, то вернете. Он просует. Смотрите, здесь у нас кошти. То есть, он реально настоящий, да? Да, это правда. Когда вы на него нажимаете, то это выясняется решту, которую раньше они были бы дать. С этого звука он не открывается. И раньше своего рода, в 19-20 столетии, это была такая сигнализация, потому что, обычно, властники сидели поза стяной, то есть, по медленникам, и они обычно слышали, что в них кошки в кассе, або заходят, або выходят, и могли бы подозрекать, что в них точно никто ничего не крадет. супер друзья кто не понял двух словах переведу а этот аппарат мы могли видеть в фильме один дома а когда кевин был в лондоне в торговом центре короче это действительно старинная очень вещь это такой раритет и это вот этот сам именно заваркин а это его именной и кассовый аппарат и он передал сюда это ты тоже занимаешь короче заят такие вещи ты не представляешь но я хотела хотя ладно сейчас два слова все покажу быстро видите друзья я хочу вам показывать ну да вот такие звуки разные специфические но вот это я хотела бы вообще про каждые часы все прочитать все узнать не надо меня оставлять короче я тут действительно вот так все 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 в часах все в каких-то старинных буфетах где фотографии ну что уйти страшно от этих фотографий это какой-то знатный рот это все очень красиво да история эта память даже зеркало не свистит и тут самое прикольное что тут не поймешь откуда звук она надо чуть-чуть стрёмненько не поспорь а вот это посмотрите уникальные часы 18 века ну вот реально это же надо смотреть и это же надо показывать и вот тут еще стеночка какая-то очень такая привлекательная как по мне на все подписано он вот таких вот фотографий боится представьте так это какой век у нас восемьсот восемьдесят шестой год это вот как раз он голландские я могу прочитать ладно вот так вам на виду все я иду есть сладости пробовать и на отсюда уходим тут еще такая темная приглушенная обстановка покупка как обычно когда мне что-то не нравится он ничего показывать не хочет покажу я один эклерчик был вкусный этот какой-то карамельный ну если честно не такие эклеры как в той нашей эклерной числе другие или не такие свежие или что не особо понятно вообще не могу понять чем это место так сильно привлекает танюшку но мне это вообще не нравится и даже вот сейчас хотел зайди в туалет смотрите это кафе в кафе там нужно код нажать чтобы попасть в туалет это свет отключается включается короче страшное место для меня не понимаю реально я уже хочу отсюда сбежать и плюс ко всему тут нормально прохладно так скажем мягко скажем тут холодно я сидю и мне тут холодно короче закрыл счет танюшка пошла в тайную комнату нажимать кнопки и выходим отсюда бывают места до которые ты там разочек заходишь и больше ни за что не зайдешь это вот одно из таких мест побывали и все больше не будем там я уже все сказал уже все посмотрим когда видео будет готово говори еще раз не давать этим устрою разбор там просто было очень цивильное место очень цивильное место цивилизация просто прет прудом потому что там в том месте себя чувствуешь какой-то царицей ой ладно царицы я бы сказал я себя чувствовал там привидением а я царицей там были страшно было очень италия франция 915 885 и очень интересно это все посмотреть какое оно было когда-то в общем мы с мужем пришли к обоюдному выводу и согласию что больше никакие заведения я не выбираю мы теперь ходим только туда куда приглашает он я больше не буду говорить вот это я вчера ему сказала я тебе завтра приглашаю очень классную чайную кофейную ну короче как оказалось не такая на уши классная эклеры были невкусные вы там немножечко подмерзли и вы вышли ему уже говорит ну что убедилась убедилась ну короче я не хочу этого слышать я хочу чтобы он был хорошем настроении и у нас с ним на самом деле во многом очень вкусы расходятся то что мне нравится то ему вообще не зайдет я люблю реально какие-то там вот архитектуру какую-то историю что-то старинное что-то ну это мои интересы он наоборот любит лофт все новое все современное и и любит твою жену да так что все мы договорились больше я ничего не предлагаю просто хожу за ним хвостиком как и ходила раньше принципе так друзьяки все нагулялись попили хорошее кофе вкусное чуть-чуть пошли погрели в торговом центре и сейчас двигаемся домой у нас хороший вечер да да дорогая потому что ты чуть-чуть злая на меня я все равно ее люблю а ты спасибо конечно все двигаемся домой ребята добрый день и сегодняшнее моё задание разобрать елку напишите вы сразу после праздников разбирается или вы немножечко еще ждете или как у вас это происходит понятно у кого живая елка ну там я думаю хочешь не хочешь она просто начнет осыпаться и и придется разбирать гораздо раньше чем может стоять вот искусственное я просто помню когда-то в детстве проходили праздники там 13 14 наверное до крещения у нас точно стояла елка еще мы маму просили пусть еще будет пусть еще будет потому что этих праздников так ждешь 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 а потом они вот так как один миг этот новый год пролетел и все и детям же хочется дальше этого волшебства этого ощущения праздника там типа чего-то чего-то такого я даже когда-то в детстве не знаю может юности даже не помню когда но мне приходили такие мысли в голову что было бы хорошо чтобы новый год был ну либо середине зимы либо уже ближе к концу потому что пока ты ждешь этот новый год у тебя это зима такая тебе в радость и тебе хочется снега и на санках кататься и все 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 потому что ты чего-то ждешь ожидаешь этого праздника для меня всегда это ожидание было это вообще что-то чем-то вот мне было прям в кайф я радовалась я ждала я что-то там мечтала себе придумывала сочиняла сейчас тоже если честно но к чему я веду что 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 вы думаете ни у кого таких мысли никогда не закрадывала что было бы лучше если бы он был чуть-чуть попозже потому что конечно же в конце декабря это классно там раз тут снег тут хан похолодало тут морозит тут уже новогодние праздники все кайфово но дальше вот эта зима становится уже пресная она надоедает и уже вот в этой слякоти в этом холоде я у кого мороз у кого слякот все у всех по-разному а бывает и все вместе и то и то и то ну короче мне кажется что лучше бы попозже пишите тоже свое мнение ребятки я свою миссию выполнила всяких игрушечек и украшений елочку избавила так что уже придет окопчик и будет продолжать уже свое дело делать все сложить красиво и в коробочку и до следующего года то что тут моя за солнышко уже за елочку принялось моя малышка попросила мне собрать елочку вот я ей это делаю и мне кажется что елочка стала гораздо пешнее чем была кстати а на то есть ты говоришь типа в эту коробку может уже и не поместиться да да я это и говорю мы ее так распушивали распушивали она была действительно пышненько уже типа да да типа не такой пышный а сейчас он как-то мы хорошенечко его потрясли стало гораздо красивее кстати я хочу сказать друзья мы сейчас снимали очень смешные рилсы так что переходите наши социальные сети в особенности инстаграм и наш канал шорс посмотрите какие-то смешные рилсы и шорсы сняли и оцените это очень смешно мы очень стараемся для вас я вам больше хочу сказать мы пока их снимаем мы так смеемся мы просто валяемся я уже сижу я аж устала а на что а разошлась да то что ее не там тянул получается или что а там тоже все 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 поняла это раз это три просто реально когда я его достал из коробки он не был такой да она вообще была такая прижатенькая прибитенькая и кто бы мог подумать что она в итоге потом станет красивой пышной елкой да 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 то есть она вот такая друзья она маленькая мой копчик сделает все ой а я собирала игрушки пальму забыла забрать там пальма сзади а ну примере тебе пойдет про день по джануста на день ты знаешь как пойдет знаешь какой ты у меня красивый ты знаешь что ты самый лучший мне самый красивый не знаю как поклонницы куда-то тебя завезут точно ну типа там дяди в белых халатах приедут или что-то типа это не смешно это правда жизнь муж такой у меня муж самый лучший спасибо кстати друзья скажите пожалуйста вы какого числа собирали ты что ну я просто себе там проверяли ногти на месте ты что я уже спрашивала да я уже спрашиваю да давайте если я и окоп спросили то уже точно отвечайте когда вы собирали елку все все обычно в армении собирали там тринадцатого числа 14 максимум а сегодня у нас семнадцатая или шестнадцатая цена шестнадцатая да мы так нормальненько потому что мы любим новый год пусть стоит ну потому что танюша очень сильно хотела елочку мы отомстили не отомстили а как это дали насладиться это можно сказать они отомстили стильно да потому что следующая елка когда может быть неизвестно это не смешно это правда все давай конец связи давайте друзья хорошей ночи всем ситуация взяли кучу еды чтобы отдать собачкам а собачьих вообще ни одного нету куда-то они били эти бандиты в это время не тут да они куда-то в это время идут гулять сегодня сегодня как видите солнечный день поисково все классно идем по каким делам нужно зайти поменять деньги денежные вопросы решать так друзья во первых вкладываемся нам пришла посылочка а посылочка какая сейчас мы посмотрим и расскажут какая но прежде чем рассказать про посылочку мы как видите в подземном переходе тут выход и вон там выход а мы нужно нам нужно было зайти в этот магазин чтобы нам дали посылку и условия следующий на телефон выходит смс с четырьмя цифрами и ты эти цифры должна сказать не было связи танюшки я сказал выйди на улицу чтобы чтобы пришло смс короче вот это наверно два шага идти на улице а там нужно не знаю ну 15-20 пойти как вы думаете в какую сторону она пошла даже не посмотрела я вышла вот так туда и пошла туда целенаправленно это просто нет мы отсюда пришли вот такая у нас здесь понимаете нелегкий путь мы выбираем нелегкий все с меня посмеялись ладно ничего страшного я привыкла я девочка могу себе позволить так себя вести так прикол я уже выхожу я понимаю что не надо в ближайшей стороне искать я смотрю и вижу она туда уходит и твоя жена там да ой вот этот я хотела рестик видишь лесгинка как раз возле него проходим может туда идем но это конечно прям там покушать а мы только что пообедали но я не знаю кофе давай хоть на кофе туда очень очень вкусно причем когда была наша первая встреча с друзьями девчонки писали пошлите в эту лесгинку а потом начали писать ой нет ашакопчик армянин куда мы его в грузинский рестик лучше в какой-то армянский в итоге мы не пошли ни в армянский не в грузинский пошли просто по барам попали в какую-то там вишню в общем просто ходили бегали туда-сюда да по сути и по моей это мы со свету ли придумали еще с одной девочкой сейчас еще нам друзья пишут приезжайте к нам гости они узнали что мы в городе эти наши уже любимчики с которыми постоянно играем в игры и я не знаю что делать по сути мы не взяли зарядки с собой нас есть пару вопросов еще не закрытых нам еще нужно много чего снимать и много чего сделать но с другой стороны как-то так хочется и хочется их вы колите скажи я купчик что делать просто по времени там не успеем и если саду телефон это тоже не увидим тяжело без машины конечно друзья жить в этом мире вы как думаете да говорил пойдем кафе попьем кофе и пошла куда-то я не хочу туда это не то место поверь сейчас приду и будет нехорошее настроение у тебя я не хочу туда вот султан сулейман это вообще не ко мне поверь молодец можно просто показываю красоту магазина конфет и заходим сейчас танюшка хочет что-то посмотреть если будет купим если нет не купим соответственно тут рядом еще на полку полка куда я хочу пригласить на кофе она уже делает ли развороты не хочу я хочу найти тогда как когда-то такое место ввел говорит сюда сюда да сюда ничего не выбрала просто когда выйдем из кафе зайдем потому что я много чего хочу даже вот такая вот перебородка можете его хочу взять ладно идем кафе этого и всяк будет кафе который я выбрал это не будет такое страшное походу это ресторан как ты уже заметила ничего я давно уже это место хотел собой прийти потому что увидел рекламу в инстаграме мне это понравилось еще дорогая скажешь тебе это место нормально какая разница все равно красивое место не страшно 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 я имею ввиду так страшных фильмов а так все нормально и мне понравилось тут прикол когда заходишь и здоровы чтобы гонжу типа французское место да вообще-то не бонжур а бонжур я знаю уже не бонжур бонжур как бонжур друзья из франции поправьте как надо правильно произнести я друзья тут заприметила сейчас я вам покажу что они не видно с этой стороны в общем наполеончики такие вот-вот-вот он подъезжает посмотрите на это все я уже знаю что я буду кушать в принципе потому что наполеон это мой любимый торт давай закажем уже так понятно так же да это просто меню меню то есть заказать подойдет официант просто меню смотрите какие тут зеленые поля сверху висят очень прикольно что вот кухня там типа перед тобой очень люблю когда кухня перед тобой и вообще нет запаха вообще нет реально это кайфово то есть это для меня уже какой-то такой показатель уровня ресторана по сути и я хочу заметить я в украине такое вижу тут можно еще заплатить за счет можно по приложению сразу заплатить да может искановать очень просто нигде не видел заказываем через вас не в приложении я же буду смотреть просто кофе заказывает по американу и какие сладости есть скажите может быть пембрилай может быть я точно наполеон на нас есть вас смотрю ромовый бабун точно не не давай я посмотрю я хочу посмотреть чем это груша груша это будет корпусная пирожка внизу будет тарт ну кусочный тарт карамельки орешки а сверху будет мусорый белый шоколад и самая груша груша это пирожа и сверху оболочка это базовый шоколад да буду привет давайте грушу значит одну и наполеон благодарим американо без молока это такой нетерпеливый человек это просто он уже как быстро закажу он даже недавно посмотреть меню и нормально выбрать просто 2 быстро 2 быстро потому что ему пришла посылка все это тот человек который я уже хожу с этой посылки 5 дней с чего все началось во первых наш подписчик нам отправил деньги мы вам показывали его этими деньгами решили воспользоваться следующим образом мы заказали технику а технику какую сейчас покажу это одна часть пришла все техники которые мы заказали сейчас открываю там что-то другое световой эффект свет как ты хотел как просто чуть-чуть включу и посмотрим спасибо вам огромное просто от души потому что он у меня этот цвет уже выбивал я не знаю сколько давай 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 купим я говорю нет сейчас нет у нас лишить денег чтобы покупать разные вот такую штуку для съемок все у нас его достаточно снимаем до свидания айфон 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 будет больше я не хочу все что ты мне покупать мне всего достаточно нету заветки ай не покажем получаешь она тяжелая или нет вот она вот наш свет мы сейчас не сможем показать как это зарядки но вечером уже когда будет дома я обязательно включу и покажу разницу то есть теперь друзья наши дорогие наша картинка будет намного ярче намного качественнее и вам будет приятнее смотреть а у нас тут уже пришли вкусняшки груша очень прикольная если честно груша это вообще просто хит такая классная да и грушу хотела я чизкейт не хотела наполеон это если кто-то еще любит наполеон пишите чтобы я знала сколько нас тут таких я просто обожаю не аж говорить невозможно все ладно сварачивай за это все ты устроил тут я не знаю что я хочу просто поменять как это все уже включается включить я сейчас еще качество шнура проверю товар который очень долго долго выбираю прежде чем какую-то технику покупать очень долго обдумываю размышляю смотрю обзоры смотрю какие там характеристики и после этого выбирают я это долго выбирал спасибо большое ребят а мы еще раз вас благодарим вот прям благодарим потому что это такие для нас радости вы хотели сделать нам подарок на новый год подарок есть это правда первая часть это еще не все вторая часть тоже еще есть это на самом деле то что нам очень нужно было то что мы хотели и то чего мы будем радоваться потому что получим пользу да получим пользу сделаем пользу для вас для всех наших зрителей и будем получать удовольствие потому что когда мы видим конечно же что где-то темно где-то там не хватает света иногда приходится вообще пол того что ты сказала там или где-то нас снимал вырезать и не вкладывать материал потому что ну некрасивая картинка просто некачественная батушки еще я увидела что тут есть летняя терраса если честно я это заведение видела еще ну улице и когда раньше два года назад я была в винице последний раз его тут не было то есть я о нем не знала я вам все-таки хочу немножечко показать тут летом конечно будет вообще топчик давайте чуть-чуть 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 хотя мы посмотрим на город красивая тоже не в какой закат прекрасный короче мне нравится моя нравится как обычно а копчик выбрал то что нормальное потому что то что выбираю я всегда так получается что и особо как-то эффектно смотрите настоящая такая вель здесь красивая ножницы почему-то не такой антураж какой-то что что-то не так уже половина села а скажи пожалуйста вкуснее тут или в эклядной тут да значит я хочу попробовать это интересный я думаю ты его еще разрежешь мы попробовали кофе и кофе очень-очень крепкий прям такой аж кислый и я говорю я вообще-то такое люблю она говорит всегда говорит ой я такой крепкий кофе не люблю я люблю слабый кофе не вру но это настоящий там крепкий американа да но здесь так как это место выбран он он говорит все это классный кофе это кусты она но так всегда и по-другому не может быть если ты выбрал то все вкусно короче просто никогда окоп не признает что что-то он сделал не так он у меня всегда прав чтобы я уже с этим тоже даже они знают тут даже вот этот хвостик можно снять это крышечка милая и жалко трогать да шоколадик друзья это наполеон просто бомбита я вам сразу говорю он развалится да уже вижу что да я думаю царь лучше взять его начинок здесь просто останется остаться я щас все равно разноси ну разноси я наполеон пока поем я хочу посмотреть просто посмеяться разноси ну так нормально не более-менее я думала сейчас вообще все полетит попробуем поверни да покажи что там мусик какой-то прикольно вкусненько вкусно-вкусно но прикольно свежий я так хочу увидеть что там серединке а ты не показываешь а там какой-то типа джем что ли да вкусно что-то супер нежное буквально вкусно есть что-то когда как-то говорят что-то свежее хочется это как мороженое свежесть да ты что интересно где же так классно хрустит со мне может кто-то нас попробовать или нет очень-очень маленький маленький но не такой сейчас половину свежий не наполеон я пока что лучше а вот это конечно эксперимент прикольно такой но это кисловатая но очень интересная тоже груша послушайте я такого еще не ела то что-то очень необычное вот прям необычное пирожное я даже не знаю чем его сравнить то есть что типа ты кушаешь реально ну первый раз своей жизни потянули непонятно это кислинка сладенько это вот очень холодное то приятное непонятно очень хорошо приятного дорогой я рада что ты выбрал такое замечательное место просто лучшее место в городе нашел просто вот прям прям это топ друзья это просто вот я не знаю я разобрала наполеон классный очень да почему он лучше чем в клиенте потому что тут на самом деле заварной крем такой настоящий а там он какой-то все-таки ванильный это реально это другое там наполеон не кушали эклеры один и тот же крем идет и в эклеры и наполеон понял почему я люблю эклеры ладно ребят еще хочу сказать тут прям вот эта грушечка она какая-то я уже разобралась этим пироженком она там и кусочки из грушинки она как-то так приготовлено интересно я не знаю просто ну а вроде бы и жареная на сковородке на на картошку это я понял это жареная картошка в мире десертах в мире животных ты поняла типа жареная картошка картошка это топ и тут это да 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 вот то есть вот эта начиночка это что-то с чем-то уже на такая у тебя кисло-сладкая но в этом и кайф что она необычная посмотрите как он сидит в ресторане просто посмотрите на это чудо в перьях ты сейчас пойдешь уже по бару искать ты уже идешь думаю уже все уже все дела сделаны у тебя да я так понимаю пара включи смеются давай мы вроде тихонько сидим никому не мешает она на себя на лицо наведи ура как хорошо слушай это реально кайф андая подальше дай возьми кучку проценты пишу показывает на этом было просто на сто процентов тут можно сделать и теплый слушай какая классная да я дать тебя реально кайфово видно вот честно давай слушает теперь вообще можно они она как-то засвечивает надо знать откуда сколько так короче это надо еще уметь этим пользоваться для этого специально есть вот такая штука которая делает свет мягче надо было просто держать а это такое еще и там чехольчик такой чтобы так глаза типа не светил до супер сильно она на виде теперь в этом чехле на лицо я хочу понять будет тебя светить на тебя хорошо да все равно тебя освещает классно видно прикольно такие вещички нам нужны теперь и со светом говоришь это просто совсем другое и на меня да здесь вот мы тогда быть супер красивая просто все другое серьезно да все поздравляю ара брат давай так еще разочек сам большое спасибо за то что вы отправили нам подарок на новый год первая часть подарка уже есть вторая скоро будет и опять же покажу это ну такой маленький намек не буду говорит что она тоже из техники что-то очень нужное нам большое спасибо мы благодарны вам очень не могла просто не из-за листа кофейку попили сладости появится на землю все супер спасибо этому дому идем домой все что надо я уже сказал тебе понравилось спасибо очень хорошее место ты мне самый лучший вот тут знаете как надо друзья второй день мы идем ходим по тому же месту ну или вчера тоже были дуба в этом месте ходил вчера а в общем мы ходим по той же самой линии потому что так там нравится и все просто так там нравится что нам через день надо приезжать сюда в обменник мы нашли очень хороший обменник и вообще тут все у нас дела и туда и туда и я забыл сказать я сказал что у нас тут все нижние дела какие нужно было просто поменять валюты все друзья спасибо что вы нас досмотрели до конца поставили лайк и написали комментарий вы были на канале сели коня файм или мы благодарны вам спасибо спасибо пока пока